Как вам путешествие? Всё отлично. Да, в целом хорошо, понравилось. Но самое большое впечатление, наверное, Галапагос и водопад. А что понравилось на Галапагосах? Зачем туда вообще стоит? Зачем туда так далеко лететь? Ну, здесь я объяснить как-то рационально не могу. Но нужно лететь сейчас, пока нет туристов. Да-да, но у меня это та же самая история с Мьянмой. Когда ты там атласа смотрел, вот на Мьянмой, по-моему, девушка была с кольцами такая загружена на обложке атласа. Галапагос, по-моему, тоже какая-то история была с ними на обложке атласа. Ты смотришь, думаешь, боже, как это далеко, а потом становишься взрослым и едешь. Ну, основной, наверное, все-таки черепахи. Руслан, черепахи, да. Какие? Морские или сухопутные? Больше сухопутные, но морские тоже понравились. Плавать с ними. Потрогать. А Галапагосы, они вот как вы ожидали? Или... А я вообще... У меня не было даже ожиданий, как они выглядят. То есть я знала, что там песок прозрачный, океан, черепахи, котики. Ну, у меня, наверное, было ожидание прям как на Изабелле, то есть максимально близко к природе, потому что Санта-Кросс такой более уже индустриализированный город, а вот с Изабелла, наверное, то, что и ожидали. Приедете еще на Галапагос? Да, наверное, оставшиеся острова, если полетим как-то в Мехико или как-то в Канаду, в США, зацепим еще кусочек острова. Все, погнали с нами в Мексику, потом на Галапагос. Вернемся. Спасибо!